Хоккейный клуб «Саров Инвест» ежегодно проводит матчи со своими младшими товарищами из юношеской сборной «Ракета». В преддверии сезона это хорошая возможность проверить уровень подготовки своих игроков. В этот раз товарищескую встречу приурочили к отнюю физкультурника. В этом году мы решили, что стоит привлечь общественность, чтобы пришел народ, посмотрел, полюбовался тем, что у нас есть. Так как в будущем году высшей хоккейной лиги в городе Саров, к сожалению, не будет. Первый период прошел напряженно и динамично. Хоккеисты поочередно атаковали ворота друг друга. Но нападающие не смогли пробить защиту соперников. Вратари обеих команд отражали все удары по своим воротам. Несмотря на численные преимущества молодежной сборной, спортсмены Саров Инвеста не дали им выбиться в лидеры. Второй период начался с серии атак игроками «Ракета». К середине игры хоккеисты детской и юношеской спортивной школы вели в счете. Тренировочный процесс у «Ракеты» начался несколько недель назад. Спортсмены готовятся к первенству России среди команд юниорской хоккейной лиги. Скажу честно, у нас физически возможности нет за юношами успевать. Повторюсь, у них уже и сборы идут, мы еще пару раз только на лед выходили. Поэтому пока нам тяжелее реально. Любительская команда Саров Инвест участвовала в матче не в полном составе. По ряду причин не все игроки смогли выйти на лед. Полноценный тренировочный процесс хоккеиста начнут через несколько дней. У нас кто в отпусках, кто на рабочих местах. Поэтому мы еще пока толком не приступили к подготовке сезона. Игра закончилась со счетом 5-3 в пользу юных спортсменов «Ракеты». Тренеры оценили действия своих подопечных во время матча как удовлетворительные. У хоккеистов Саров Инвеста будет возможность взять реванш. В следующий раз они встретятся на льду в начале сентября. Точное время и дату сообщат дополнительно. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.